Конечно, основной материал для нашего диспута должен быть какое-то теософское мировоззрение. При условии того, что у нас нет традиций теософского движения, мы, конечно, не выработали стратегию беседы. Я на протяжении более чем 20 лет везу занятия теософского отделения, и я знаю, как не просто держать какую-то тень. Более того, почему у нас качественно вышло рассмотрение идей тайной доктрины? А потому что мы обсуждали не вообще свое представление, о чем бы это ни было, а мы пытались высказаться в одной самой шлаке, в голове, это много уже, абзац какой-нибудь, который, предположим, предположим, как во время обсуждения. И тут выясняется, что сознание многих людей не может удержаться вот в этих рамках предлога. А нам зачем сейчас говорить о том, что представляет из себя тайная доктрина вообще? Вот давайте по частям так потихонечку будем разбираться, у нас время много, вся жизнь теперь на эту теософию так, что мы все успеем вызывать. Люди хотят за один раз высказать абсолютно все и как полно категорично, если уже начало разъединения. Я вам хотел бы предложить вот такое вот несколько мыслей для того, чтобы они стали ориентированными в нашей беседе. Вы знаете о том, что процесс космического творчества заключается в трех феноменах. Это притяжение, удержание и отталкивание. Феномен отталкивания – это вот уже может быть какой-то феномен разъединяющий. Если люди не развиваются, то процесс отталкивания – для них кризис, конфликт. А если идет развитие, то это отталкивание приведет к тому, что следующая фаза опять пертяжения началась, опять удержания. И опять неизбежно отталкивание. Эти три процесса, они являются объективными процессами космической эволюции. Их нельзя преодолеть. Успеваешь, допустим? Вот я вам предлагаю несколько схем. Вот прямо сейчас тоже нарисую. Для того, чтобы начать просто разворачивать этот феномен, насколько его субъективен процесс конфликта, или насколько это процесс, значит, объективен. Вот смотри, космическое творчество начинается. И есть ведь иерарх, которые начинают объективы. И есть второй импульс, который неизбежен. План, куда эта энергия в свое творчество опускается. Второй не может стать первым в этом процессе. Он может оказаться даже не вторым, а помогающим первому для того, чтобы реализовать третий феномен своего творчества. Вот этот лидер не будет никогда. Он помогает проявиться первому и вместе с ним сотворить третье. Вот когда третье явлено, то феномен разворачивания пространства начался. Третий – это феномен явления. Двое не являет явления. Только третий показывает о том, что процесс начался. Дальше смотрите. Вот первый может уже не участвовать в этом процессе, потому что это развитое в пространстве сила. Второй с третьим творит четвертого. Объективный план. Мы вот этот процесс можем зафиксировать как я. Вот первое – это круг, а эти двое в круге. У нее никакого конфликта. Все гармонично, все последовательно. Дальше смотрите. Второй может перестать творить. Третий с четвертым творят пятого. Так космическое творчество разворачивается. Дальше. Третий может не творить. Вот остался за тело творения. Единый и в нем проявлен феномен духа. Все, теперь надо формировать центральную точку. Она в определенной мере будет вот числом пять. Дальше смотрите. Четвертый объективный план и начало жизни, которое число пять, творят шестое аспект сознания. Ну, можно так. Шестое нарисовать, можно знак Венеры поставить. Или феномен Моаннаса, мыслителя. Это соответствует этому периоду космического творчества. Мыслитель, он пришел на Землю в годы жизни, в седьмой период. В пятый, в шестой, в седьмой проявили мир. Теперь этот мир развивается, он должен завершить этот феномен космического творчества. Когда конфликт начнется? Когда иерархия будет изменена? Когда не по статусу начинает говорить «я лидер». Поэтому одной из первых условий для возвращения конфликта – это соблюдение иерархии. А теперь, смотрите, вот так вот космос сотворился, а вот так пошло его проявление в одном из феноменов. Против часовой стрелки. Заметьте, шестое – это женское число. По часовой стрелке. Шестое – это женское число. Четверка – женское число. Двое – это женское число. А дальше идет вот конечная фаза – седьмой, пять, три, один. Это мужские числа. А мы уже заметили о том, что качество цикла разворачивается таким образом. Вот большой цикл, если мы оценим, он идет в лучшем целом. Последовательно. Не так, как творилось в первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. А шестой, четвертый, второй – в другом порядке. Но это тоже порядок, который надо обязательно соблюсти. А малый цикл внутри этого цикла, он идет против часовой стрелки. А внутри этого малого цикла, еще меньший цикл, он идет против часовой стрелки. И вот если подобная гармония нарушается, возникают конфликты. Если это соблюдается, то конфликтов нет. Вот первый постулат, о котором я хотел бы вам предложить, значит, размышлять. Вторая идея. Смотрите. Мы знаем о том, что существует 12 причин существования. Не 13, не 11, а 12 причин существования. Эти 12 причин существования очень хорошо укладываются в две, в два потока. Нисходящий и восходящий. И все они размещаются на семи планах бытия. Вот рисуем, для того, чтобы это было очень наглядно, крест. И в каждой четверти плюс, да? Еще двое. Еще двое. 12 причин существования распределились опять в соответствии с законом. Два потока. Нисходящий и тот, кто идет в этом потоке, в восходящем, вступает в конфликты с этим процессом. Вот восходящий поток. Соответственно, кто идет против, тоже в конфликт вступает. Мы определяем, соответственно, 3 креста, 12 причин бытия. Ну и дальше по планам. Материальный план бытия, план вещественный, план элементов, план разума и творчества, план хемко-агонической сущности, план прообразов. Четыре низших плана бытия. И если представители этих планов не признают феномен трех высших планов бытия, то они в конфликте. А три высших плана бытия – это мир духовной формы, и они в определенной мере закладывают причины, которые потом в четырех планов бытия низших будут проявляться. Итак, во всем есть закон, нарушение закона приводит к конфликту. И первое из них – это нарушение закона иерархии. Теперь я хотел бы вам еще вот такую мысль высказать. Это рождественные конфликты, эти избежали. Есть два способа беседы. Первая из них, она инфликтурируется вот этим построением. Это Христос и двенадцать его апостолов. Снисходящий поток с одной стороны, или там слева от Христа, и восходящий поток справа от Христа. Если вы визуально представляете картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», то каждому этому принципу соответствует свой образ, предложенный Леонардой отчитываться на апостолов. Но все двенадцать добричин бытия – это суть Христа. Он собрал прообраз своих принципов. И вот они в этой беседе. А другая форма беседы, на мой взгляд, самая теософическая – это Троица Андрея Рублева. Он сказал там о своем учете, но очень подходят эти срочки к, значит, вот, иллюстрации Троицы Андрея Рублева. «Безмолвный разговор они вели, красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли». Вот вы представьте, что наша беседа с вами, даже на такой острый вопрос, у вас возможности конфликта, должна проходить так, как беседует три Ангела на Троице Андрея Рублева. Давайте так, как все дают. Не так, как «12-е Остолов». Там друг друга отталкивает, лишь бы только раньше кого-то высказать, не сто свои мнения. Ну, кто-то там зажал, это самое, получку очередную, да, тоже готовый предатель. Вот две модели беседы, я думаю, Теосовской и больше подходят, конечно, Троица Андрея Рублева, как модель поведения. Так, сколько я минут вам рассказал эту историю входящую? Немножко. Еще одну мысль. Мы сейчас посмотрели фильм, любой фильм Олеги Петровны замечательный. Чем больше подобного материала будет, тем лучше. Заметьте, там престарелый плаватель в 40 лет. Мне сейчас 64, я что, престарелый? А там 40 лет, бедолага, я уже престарелым называю. Что мы находим? Как заклад. Вот здесь он нарисуем. Есть крест жизни, заметьте, а есть крест Духа, восьмеричный путь. Если вот здесь мы что-то являем, то вот эти две точки креста, а если мы берем время, то мы находим и время, они называются точки золотого сечения. Вот здесь Елена Петровна родилась, а вот здесь вот родился Плавацкий. Немножко не по колесу времени, а по очагам, но как принцип. Вот эта точка называется свобода от ограничений. Елена Петровна вошла в год желтой змеи в возрасте 38 лет. Она как раз 3 года побывала в Гималаях, обрела знания эзотерические. И Плавацкий представлял этот принцип. Он родился в год в желтой змеи, а белый заяц всю жизнь искал божественные знания, божественный разум раскрыть должен был эти знания. Поэтому от Плавацкой только фамилия осталась у Елены Петровны. И чтобы достичь вот этого, видите, эта точка 37,8, это возраст любого человека, когда он склонен все, что его окружает, отстранить от себя, если хотите предать, чтобы этот принцип не мешал ему реализовать свои скрытые способности сознания. Свобода от ограничений называется качество этого возраста. И, конечно, выбором Плавацкого горжок и любвием Елена Петровна тут же ей предала, потому что больше он ей не может пробовать. Понятно? она искала принца и 38 его уношла. Был желтый змеи. Перед этим удворить это оборонение в боях за освобождение Италии, да? Она могла умереть там, и этот принцип не реализовала. Но судьба ей предписывала еще достижения. Ну и последняя мысль. В год Синего Кабана Елена Петровна организовывала Теософское общество начинает писать за плачевную единицу. И там мы находим такие строчки, что вот об этом пока говорить рано. Почему рано, если уже почти за 24 года Худхуми написал сон романа, когда европейскому сознанию была представлена эзотерическая восточная доктрина. Наверное, было рано. А через 12 лет Елена Петровна пишет тайную доктрину, где уже на некоторый вопрос она говорит, что уже можно об этом оповестить, об этом сказать. Но все равно вот об этом еще рано. В чем здесь дело? Вот я думаю, причина конфликта тоже вот в том, о чем я сейчас скажу. Каждый человек неизбежно стремится к проявлению своей индивидуальности. Этот принцип уникальный. Второго такого нет. Вы ищите себе возможность для появления этого принципа. И ясно, кто с вами, кто внутри на вас залазит, в вашу голову, он вам мешает. Он вас предрвет фактически, еще не позволит проявиться. Итак, феномен проявления индивидуальности очень важный аспект. Но беда в том, почему рано? Потому что человек не освободился от эгоизма. И он еще невежественный, невежественный, эгоизм не позволяет проявить свою индивидуальность в чистом виде. Поэтому, пока мы не преодолеем невежественный, эгоизм, проявлять индивидуальность нам рановато. А уж не более такую степень ее индивидуальности, как свобода от ограничений. И так каждый из нас кому-то Христос, кому-то Иуда. И это неизбежно. Надо только дождаться времени, когда эти два качества начнут соединиться в одной точке пространства и времени. Сейчас мы стоим на пороге создания ассоциации. Вы говорите, как бы нам поменяться впечатления. У нас сегодня в России семь лож мы имеем юридическое право создать национальную секцию. Но для этого надо, чтобы представители семьи лож или идиосы в большинстве своем согласны были на групповую работу. Пока это не прозвучало в нашем сообществе. Поэтому мы можем создать ассоциацию, куда могут войти не семь лож три лож четыре ложа. Это право идиософ. Вот мы сейчас этот вопрос ставим. Ассоциация нам нужна для того, чтобы мы могли проводить какую-то групповую работу. Сам постановка этого вопроса ввела Косовский мир России в некий стопор и разногласия. Рано, не надо. У кого не надо, вы не входите в ассоциацию. А есть ложи, которые согласны работать сообща. Вот они входят в ассоциацию, управляют ее, продолжают работать сообща. То, что от нас требует Теософии. Вроде никакого конфликта, кроме небольших недорогумений, пока мы это мнение не обсудили. Обсудили, поняли свои возможности реализуемся в рамках Теософии. у нас 150 членов Теософии общества, а надо 70 для того, чтобы заявить об этом. А у нас в два раза больше. И у нас семь лож, которые еще не договорились о совместной работе другого. А пора начать договориться. Потому что совместной работе необходима. Вот основные идеи и направления, которые я хотел предложить. и что от вас значит отца? Мнение по поводу меня, не осуждайте, потому что я, как инструктор альбинизма, привлек командовать. Иначе я 800 человек на вершину не зовем. Поэтому это просто манера поведения, а не авторитаризма. Ладно? Вопросы, пожалуйста. Я хотела спросить, насколько на конференстве вы представители и других, духовных течений, я хотела бы уточнить, чтобы мыслить в рамках, которые вы задали, единение и причины разъединения это касается только теософов, то есть вот тех самых мошек, которых вы только что сказали, или речь идет о том, что учение всегда одно, и оно едино по своей сути, и оно давалось через нескольких учителей, земных учителей практически одновременно в конце 19-го и начале 20-го века, и то, что вы рисовали, когда было три существа, их было не три, их было больше, сразу практически одновременно так, нельзя ли все-таки помыслить более масштабно и говорить об объединении многих течений, потому что и учение всегда одно единое и ведом в 25 тысяч лет. я вот это говорил не о 25 тысяч лет, а я говорил о трансцензах разворачивания пространства, это было в начале манвантары, когда соответствующих лидерах сегодняшнего духовного течения еще не существовало. Вот я вам рассказывал о начале разворачивания пространства. Что касается, да я не знаю, по-моему, народ уже тортик сидит, что я слышал все, что касается вот данного вопроса, как нам быть с представителями других течений, вы заметили в нашей конференции, да, Елена Петровна, да, и Алиси или там Елена Петровна и вот еще значит это квакеры. А вы скажите я квакер и все, и не говорите про Елена Петровна. Вот я пришел на диасонскую конференцию, я квакер, я вам ошибок сказать о квакерах. Ну, принимаем, слушаем, другую, да, вот это и соотносится. Главное в чем? Выбор направления духовного познания у каждого человека свой. Он определяется кармической или той средой, в которую он впервые соприкоснулся с духовной практикой. Ну, не было, предположим, ни одной мысли о Елене Петровне, да? А вот услышали о Елене Петровне, смотрят, книги лежат, дай-ка возьму, и все, убили из процесса. И могут утонуть там. Если однажды они не попросят книги Елене Петровне, говорить о том, что давайте сейчас по-толизу белью прочитаем, а потом нам хватит времени прочитать 100 книг Елене Петровне, не хватит вам времени. А главное, у вас одна система представлений, тайная доктрина, другая система представлений, вы уже внутри должны бороться, а какую же выборить-то? Поэтому, если мы работаем в пределах одной системы, мы обязательно сложим последовательность всех процессов, через все планы бытия, через все основные процессы, космос, природа, человек, все параллельно, все одно из другого, потому что это одна система. А когда у нас на выбор множество систем, в каждой из которых мы не разбираемся, это как сами, то мы не сложим представление, как мы будем плавать, искать всю жизнь что-то. Теперь смотрите, мы вошли в эпоху Водолея, если бы мы вернулись сейчас в Калачахре, мы заметили, что именно когда эпоха, когда Лена Петрова написала тайную доктрину, начинала разворачиваться эпоха Водолея, а она перекрывает предыдущую примерно на сто лет, такой пример на закон. Мы в те самые времена красный копа, желтая мышь, значит, желтый белый киров, белый заяц, что соответствует иерархии Тьян-Кагана, красный копа, иерархии Ману, желтая мышь, Адам-Кадмон, желтый пыль, Сефира, белый тигр, и Сефироты, белый заяц. Символ плана богов. Именно в это время Лена Петровна выдала нам доктрину Махвата. Очень сильное время было, потому что через 120 лет наступила эпоха удаления. За 120 лет мы с вами должны были бы эту теорию уже усвоить. Я повторяю, поскольку культурная среда может развиваться на любой основе, вот Франчелла Дюк говорит, так, все, никого нет, я одна, будем изучать или вот эти самые послания, назовем их продолжением станции. Вы их исследовали так же, как, например, университет свою систему. Я не могу сказать, потому что я Теогенезис первый раз увидел издательство Тель-Авива, где была просто фальсификация этого перевода. Станции такие замысловатые еще больше, чем в Тайне Докторине, и комментарии еще более замысловатие, не имеющие вообще никакого смысла. Поскольку я не пытался разобраться с комментариями, я эту книгу отбросил, до тем пор, пока не нашел книгу «Учение храма Дельфиса», значит, та же самая Теогенезис, там уже хотя бы переводку более-менее грамотно сделано, может быть, какое-то представление сложное. Но модель та же, да? Вспомните Весерион. Вот если он сказал «Я Весерион, бывший глядиционер, а это все ко мне в тайгу, я вас сейчас включу в правильную жизнь». Он говорит «Нет, я второе воплощение Христа, как баланс в себе делает там среди, да? А теперь летайте со мной, там увидите Христос, я или нет? Это же в район, это же подставка. И вот если вы будете непредвзяты, то вы увидите, сколько у нас последних 120 лет появилось духовных течений, которые только уводят нас от теософии. я ни одного слова не услышал о том, что вот я умнее вас всех, я вас обиду учить, моя доктрина самая лучшая, она нас просто учила. Что они с Эльбейли делают? Открывая книжку, там пишется. Я умнее любого, читающего в этой строчке. Я ее тут же захлоп выглядел и больше не считал в этой строчке. И с вами то, что в другой книге она написала «Мои труды посвящаются Ирина Петровна Петровна». То есть вроде как можно было принять, но там самости больше, чем реальных знаний. И потом следствие Ирина Петровна, я вам сказал, я полностью удовлетворил себя в этой диасофии. Я нашел ответы абсолютно на все вопросы, которые передо мной, как перед человеком, ищущим философский ответ и смысл жизни. Я все разрешил изучить Ирина Петровна. Вот маленький конфликт мы затеяли, что лучше кто будет, и давайте пообсуждаем. Вы будете выжить. Мне надо у человека говорить, надо же тоже какое-то свое мнение. Конечно. Я могу сказать такое мнение. Прежде чем прийти к тайной доктрине и к диасофскому обществу, ровно 14 лет я училась в эзотерической школе Паркапов. И я ученица Алисы Брюли. Я прочитала ровно 33 книги. Теперь я изучаю труды главации. Я не вижу вообще ничего, как вы можете судить о Болисе или полной фразе. Чтобы что-то говорить, надо прочитать труды. От начала и до конца. Тогда можно судить. Это одно и то же учение. Об одном и том же. Чтобы понять тайную доктрину, надо было мне лично прочитать трактат о космическом огне. Дело в том, что один и тот же учитель учил. Учитель Кутков он диктовал Блаватской, он же диктовал Элисидуэль. Школу Арканов задумала Блаватская. Она задумала, это ее была идея. А Алиса Бэйля, она всего лишь воплотила в жизнь ее мечты. И сама Блаватская говорила о том, что придет ученик, который воплотит в жизнь мою теосию. Почему это как? Вы понимаете, для того, чтобы что-то говорить, надо прочитать труды. Я 14 лет училась. Вы знаете, мы так очень много, я вынужден сказать несколько вам мыслей по теме предложенного круглого стола. Но наверное вынужден каждому немножко лично отвечаю. Поэтому вы говорите, что это одно и позже. выговорил Иосифу, Лену Петровну, Мавадскую. И поле это одно и тоже. Я удовлетворился. удовлетворился. Все, да? Нет конкретного. Нет, да? Все. Так, кто-то еще хотел ребенка? Я все-таки предлагаю вернуться к теме круглого стола. В чем причина разделения? Мне кажется, что мы сейчас весь мир и это нормально, мы встречаемся все больше и больше на лентальный план. И соответственно рост значения идеологии, которые по факту будут разделяющие, каких-то более жестких построений вполне нормальные естественно для этого периода. И как раз задача учеников пойти дальше, ведь план единения это где? Это план интуиции, это будхи. То есть стремясь сместить свою поляризацию работать сверху вниз, мы будем преодолевать собственно говоря, то, что нам мешает. Согласен? В принципе я могу сказать об одном. Все наши учения, которые мы проходили, те или иные учения, не имеет значения на каком учении концентрируется данный конкретный человек. Не имеет значения в какой последовательности он идет. Не имеет значения какие части каких учений он берет. Самое главное критерий для любого человека и для теософии, в частности, как общество, которое приветствует развитие человека, это возможность взращивания и расширения сознания человека. Каким путем он будет идти, не имеет значения. Мы будем приветствовать его на этом пути. Поэтому, если человек будет с брудном скакать, шамана, а потом осознает что-то и придет к каким-то теософским позициям, Бога ради. Но даже если он продолжит идти путем шамана, это его путь на это воплощение. Самое главное, что человек развивается. Мы можем не приветствовать только там, где идет закрепощение сознания, там, где идет сужение сознания и там, где учение требует беспрекословного позиций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...